добрый день меня зовут игорь льгов я арбитражный управляющий и сегодня мы поговорим о приятной теме приятная тема это досрочное гашение ипотеки всегда приятно досрочно ее гасить но как сделать это правильно и выгодно сегодня мы подробно разберем каждый из двух вариантов напомню сейчас банки предлагают досрочно гасить либо уменьшая срок платежа либо уменьшая ежемесячный платеж какой из двух путей выбрать смотрите далее если вы захотели досрочно гасить ипотеку для начала надо узнать какая она у вас зачастую это либо дифференцированный либо аннуитентный платеж что такой дифференцированный платеж это с каждым следующим платежом он уменьшается к сожалению данный платеж очень выгоден для нас для нас для потребителей кредитных услуг и к сожалению этот платеж практически не встречается в моей практике банки перестали давать дифференцированную ипотеку что касается аннуитентных платежей платежи равными частями и вот как раз этот вопрос мы рассмотрим если мы гасим досрочно именно аннуитентные платежи у нас есть первый путь мы уменьшаем срок и у нас есть второй путь мы уменьшаем ежемесячный платеж и так что же выбрать я посчитал что если кредит у нас составляет 2 миллиона двести тысяч рублей то при досрочном гашении 500 тысяч рублей мы наблюдаем следующую картину если мы уменьшаем срок то по сравнению с уменьшением платежа выгода составит двести пятьдесят тысяч рублей поэтому среднем гашение именно и уменьшение срока гораздо выгоднее для клиента чем уменьшение платежа это при первом рассмотрении при втором мы видим следующую картину если ежемесячный платеж допустим тридцать тысяч и вы уменьшили срок платежа и он стал вас не 12 лет а меньше то вы продолжаете платить тридцать тысяч психологически это достаточно сложно продолжать платить ту же сумму хотя ты знаешь что ты внес достаточно большую часть в гашение кредита если же вы уменьшаете платеж что платеж уменьшается допустим с тридцати тысяч до двадцати пяти поэтому какой способ гашения выбрать вам решать вам но мы рекомендуем начать несмотря на то что гашение срока выгодней начинать именно с вешение платежа и доводить ежемесячный платеж уменьшать ежемесячный платеж до той суммы которая приемлема вам который не вызывает так называемого финансового стресса допустим если для вас 26 тысяч 30 тысяч ежемесячный платеж очень большой вы доведите его до суммы которая морально удобно для вас 15-20 тысяч, после чего начинаете уменьшать срок. Конечно же, если вы гасите досрочно, то все мои рекомендации вам не нужны. Поэтому еще раз, при гашении досрочно срок уменьшается и это выгодно в среднем на 250 тысяч, это вот при условии вот таких цифр, да, но если мы уменьшаем платеж, это удобнее психологически, потому что в следующий месяц мы должны будем заплатить все равно ипотеку, но этот платеж будет меньше. Так как я гуманитарий, я доверился интернету, нашел сайт, где есть калькулятор, завел туда оба варианта и вот эти варианты, результаты этих вариантов я предоставил вам. Поэтому, если вы хотите более подробно понять для себя, что же выгоднее, находите в интернете сайт досрочного гашения ипотеки, вводите все свои данные, указывайте досрочное гашение, это может быть не разово, а ежемесячно и смотрите, какой вариант гашения более для вас приемлем. Теперь вы знаете, как правильно гасить досрочную ипотеку. Всегда приятно это делать. Но, а как решать другие юридические проблемы, смотрите в рубрике «Юрист на связи» в программе «Новый день». До скорых встреч!